У нас следующий вопрос. Вооруженный противник, двоеточие, парировать, блокировать хорошо это или плохо? Это опять я так контекстно просто набросал этот вопрос, потому что он тоже был довольно длинный. Речь шла о видео, связанном с джиткундо. Это у нас видео было посвящено очередной теме, связанной с противодействием вооруженному противнику, вооруженному перочинным ножиком, каким-то недлинным. И видео относилось к джиткундо. Одно из решений людей, которые этим направлением занимаются. И там, кто видел это видео, я надеюсь вы его видели, там в принципе любое действие второго номера, который защищается и атакует в дальнейшем, не вооруженного я имею ввиду. Первый номер у нас вооруженный, второй номер не вооруженный. Действия второго номера у нас всегда начинались с некоего парирования. Почему я назвал это парированием, а не защитой буквально? Во-первых, потому что, наверное, можно сказать, что, не знаю, большинство, не большинство, но основа каких-то действий джиткундо это действия, которые слизаны со спортивного фехтования. Помимо шага, основного перемещения джиткундо, положения рук, есть еще и протыкание, в том числе таким джебом джиткундовским. И в принципе защита, которая там выполняется, обратите внимание, она чаще всего довольно легкого характера, сопровождается очень часто еще уходом в противоположную сторону. И назвать это защитой в буквальном смысле язык не поворачивается, поэтому я назвал это парированием. Это таким образом я объясняю, почему вот такой эпитет я к этому применил. И хорошо это или плохо, да в конечном счете решать вам, если вы занимаетесь... Давайте еще раз, мы обсудим просто вопрос защиты, кратенько совсем. Значит, защита, ребят, это, во-первых, она, конечно, выполняет саму функцию, которая обозначена этим названием. Она вас защищает буквально, да, ваши защитные техники или элементы защиты. И в первую очередь защищает вас. Это понятно совершенно. Но в боевых искусствах, в боевых практиках защита одновременно с основным своим функционалом, да, решает еще ряд вопросов. Какие это вопросы? Это вопрос, например, сближения с противником. Если в спорте мы чаще всего видим, что на защите люди уходят, убегают, прячутся, да, ждут, когда интенсивность атак спадет и можно будет что-то с этим делать, что само по себе с боевой точки зрения является ошибочным поведением. Но в спорте это нормально, в спорте это годится, потому что там правила другие, подходы другие, там, и так далее. Вам надо подержаться всего 3 минутки, например, там, ну и прочее, фиксинг. Вот. В боевой практике это не годится и чаще всего на своей защите в боевых искусствах, еще раз, в боевых, ребят, не в единоборствах, дистанцию либо сокращают, либо используют ее для того, чтобы по скользящей в сторону уйти, либо для того, чтобы получить там центростремительное какое-то вращение и по нему направить, например, противника. Слушайте, я не буду сейчас философствовать на эту тему, теоретизировать, да, на самом деле это вы видите в видео наших, которые на канале там у нас выложены, вот, и так далее. И когда мы защищаемся, мы можем вот таким вот образом, да, мы начинаем сразу же одновременно с защитой, не после, не до, а одновременно с защитой мы выстраиваем ситуацию с точки зрения, например, дистанции, да. Это норма для боевых искусств. Вторая функция, которая используется при этом, да, вы можете еще повреждать вьющие конечности противника одновременно с этим, да, что я считаю тоже совершенно замечательной вещью. Зачем давать очередной шанс противнику, да, это то, чего вы не увидите в спорте, потому что, ну, нет там такого, ну, просто нет, ну, что там из повреждения конечности? Если подставленные локти, мало кто, согласитесь, о них повреждает свои конечности. В общем, это смешно довольно, но в боевых искусствах, да, это нормально, когда вы повреждаете вьющую руку, ногу, там, локти, я не знаю, что-то еще. Намеренно повреждаете во время своей защиты. Еще одна функция, уже какая там, третья, четвертая, не помню, это когда вы одновременно со своей защитой тут же контратакуете. Одновременно, ребят, не когда вот защита атака, защита атака, смешно. Защита и атака одновременно, да, вот такая ситуация может быть, да, ну и так далее, то есть ряд решается вопросов. Поэтому, когда мы говорим не о защите буквально, а о таком парировании, да, ну, вам решать, насколько это выгодно и так далее. Я бы не делал ставку на что-то отдельное. Понимаете, когда вы полагаетесь на какой-то один элемент или на один какой-то принцип, вы автоматически, вам кажется, что вы становитесь профессионалом, но автоматически вы становитесь, ну, условно, профессионалом узкого профиля. И я еще раз напомню, ребята, когда нужны профессионалы узкого профиля, когда вы должны быть профессионалом в чем-то одном. Ребят, только на конвейере. Вот в чем преимущество конвейера перед просто какой-то, как это сказать, перед сараем, в котором человек все начинает, все от начала до конца делает, да. Человек такой, мастер широкого профиля, да. Вот в чем преимущество конвейера? Во-первых, много людей в нем работают. Это ваш случай? Это боевой случай? С вами вместе, одновременно за вас сражается много людей? Нет. Раз. Второе. Мастер узкого профиля быстрее делает какую-то одну операцию. Ну, например, резистор вставляет в нужное место. Хотя этим сейчас занимаются роботы по большей части, ну, в нормальных странах. Вот. Но, тем не менее. Другой человек к этому ко всему, к этой плате подсоединяет еще какую-то там деталь, присоединяет, да. Еще одну, третий там эту плату вставляет в нужное какое-то место, например, и так далее. Вот что такое конвейер. Это не вопрос боевых каких-то вещей. Здесь вы один. Здесь вы как раз тот самый человек, который всю сборку осуществляет от начала до конца. И здесь не годится быть мастером узкого профиля. Это важно помнить, ребята. Вот. Поэтому, когда вы полагаетесь на какой-то один принцип, на какую-то одну особенность, на какой-то один элемент, на три удара и два пинка, ну, ну, что, ну, вам надо тогда работать на конвейере. Вот это как раз то самое, чем занимаются в армии, чем занимаются в полициях, например, в каких-то там и так далее, да. Там люди набрасываются одновременно, все вместе. Им не надо быть специалистами широкого профиля. Им нужно палкой один раз двинуть там резиновой и один раз пнуть сапогом. Вот все, что они делают. Это же не ваш случай, правда? Поэтому, когда мы говорим о парировании, о том, насколько это удобно, неудобно, это нам решать. Будет у вас это работать? Даст это вам какие-то дополнения к вашему боевому опыту? Встраивается это в ваши боевые навыки или нет? На самом деле, такого рода парирование, которое мы видим в джит-кундо, ребят, ну, наверное, процентов в пять можно обозначить, что такого рода действия, например, условно характерны для хоутюрами. Для других направлений боевых вряд ли. Для того, чтобы использовать такого рода парирование, наверное, вы должны заниматься джит-кундо. Я так предполагаю. Скорее всего, это все. Ну, или какой-то самооборонкой, которая тоже использует подобные вещи, например. Так, давайте посмотрим. Значит, ProSport пишет. Кстати, недельная поездка в Китай стоит ни много ни мало, 1200 евро на одного человека. А чтобы еще принять участие в семинарах или попасть в мастерам, проще за такие деньги свою школу открыть. Да, я совершенно согласен, абсолютно. Вот, поэтому давайте не будем говорить о людях, которые туда съездили, там, пару-тройку раз смотались, а не охренеть, какие мастера. Слушайте, я не буду называть имен, конечно, пароли и я, вот, как всегда, не хочу обижать людей. Но есть такая известная достаточно личность с такой репутацией, не хочу сказать сомнительной, с репутацией, в которой сомневаются часть граждан. Часть граждан поддерживает эту личность. Ну, вот, этот человек тоже проездил туда в Китай, тоже как бы занимался там какими-то боевыми вещами, у него есть масса видео, там, связанных с этим. Ну, вот, обратите внимание на то, как он общается, например, с условно учителем, который проводит эти тренировки для него. Если вы посмотрите, ну, понятно, что этот господин не знает двух слов даже по-китайски. Он даже не может сказать «да» и «нет», судя по всему, или «я понял», он не может сказать. Как он пытается понять? На уровне движения просто пытается. А то, что китайцы там проговаривают для него, это все мимо куда-то уходит, да? Значит, таким образом человек считает, что то, что ему сейчас преподается, это, наверное, что-то стоящее. А китаец ему там преподает буквально азбуку. И вот с этой азбукой потом человек приезжает в собственную страну и начинает преподавать это направление, как охренеть боевое, как почерпнутое от волшебного мастера, ребят. А преподает то он азбуку. Вот что происходит. Понимаете, да? То есть вот это вот все, это, конечно, смешные достаточно вещи. Окей.